Суббота, 25 мая. На часах 19.00. А это значит, что пришло время подводить итоги недели. В этой программе все самое интересное за последние 7 дней глазами наших корреспондентов. Экономика, шокирующие происшествия, истории людей, амбициозные проекты и спортивные сенсации. С вами Елена Кутузова. Здравствуйте. Сейчас коротко о главных темах этой недели. Праздник тих, без кого отечественная продукция не была бы известна на весь мир. Завтра белорусы отпразднуют День химика. Риск жизнью за лайки. Опасные развлечения так манят подростков. Чем они заканчиваются? Дружба, проверенная годами в стране, которая стала родной. Армянская диаспора Бобруйска отметила 20-летие. Острая проблема. Почему, когда во всем мире борются за экологию в Бобруйске, запросто выбрасывают опасные отходы? Что удивило и вдохновило Геннадия Иванова в экспедиции по широтам Арктики? И почему грандиозный проект художника получил название «Метаморфозы»? Эстафета огня пламя мира скоро прибудет в Бобруйск. Кто станет факелоносцем? Уже завтра страна официально отметит День работника химической промышленности. Это одна из самых важнейших отраслей Беларуси. Химические предприятия осваивают новые виды продукции и технологии, обеспечивают работой и стабильным доходом – тысячи семей. Это весомый вклад в социально-экономическое развитие регионов и страны в целом. В Бобруйске в химической промышленности сегодня трудится 10 тысяч человек. 9 из них – работники Белшины. Белшина – самое крупное предприятие в Европе. Выпускает более 300 типоразмеров шин. Продукция промгиганта без преувеличений конкурентоспособна и пользуется успехом. Благодаря качеству, надежности, долговечности белорусские шины завоевали высокую репутацию как у отечественных, так и у зарубежных потребителей. А вот самое успешное предприятие химической отрасли не только в городе, но и в стране – Эковерпро. Продукция завода имеет большую сферу применения и востребована по всему миру. По итогам социально-экономического развития в прошлом году Эковерпро заняло первую строчку среди предприятий города. Владимир Тулач трудится на этом предприятии всю сознательную жизнь. Сегодня ему 58. Мужчина пришел на производство сразу после армии. А за десятилетия успел стать настоящим профессионалом. Освоил несколько смежных специальностей. Больцовщик, прессовщик, вулканизаторщик и сборщик шинаоболочки. Теперь Владимир Арсеньевич – пример для коллег помоложе. А высокие результаты по выполнению ежемесячного плана не только радуют начальство, но и позитивно влияют на зарплату. Раньше мы делали, реставрировали покрышки от легковых до грузовых. А сейчас производство полностью изменилось. Делаем резиновую плитку, шинаоболочку на сельхозмашины делаем. Руководство хорошее, молодежь хорошая, перспективы у завода есть. Главное, что пенсионеры не забывают. Кто на пенсию ушел, всегда как праздник, химика что-то дают. И все время такое. Это тоже нравится. В 2018-м и ковер-про достигла самых высоких показателей за всю историю. Заняло первое место в городе по социально-экономическому развитию. Предприятие выпустило 10 тысяч тонн резинокордных изделий и 20 тысяч квадратов травмобезопасной плитки. Расширили географию и шинаоболочки для сельхозтехники, кроме белорусского рынка, российский и украинский. В 2018-м году мы заложили основу реализации инвестиционного проекта по новому производству. Это сельхозпокрытие, которое будет реализовано в 2019-м году. Это даст хороший перспективный рост для предприятия и обеспечит в дальнейшем увеличение наших производственных мощностей почти на 20%. Сегодня на и ковер-про трудится 280 человек. Темпами роста предприятие обязано в первую очередь именно самим рабочим. Помимо хороших условий труда, сотрудники получают стимул в виде приличной суммы на карточке в конце месяца. Здесь зарплата больше 1000 рублей в зависимости от выработки. Что немаловажно, есть все и для карьерного роста. Высоко квалифицированные специалисты работают. Многие специальности уже получались здесь. То есть, если люди приходят, они получают здесь специальности новые и работают. Инновационные разработки, портфели заказов и новые рынки сбыта. Бренд и ковер-про знают и за рубежом, и во всей республике. Современный стиль жизни диктует качество. И именно поэтому резиновая плитка устилает парк экстремальных видов спорта в Минске, первую тренажерную площадку в Могилеве, детский сад в Солигорске, Бобойский спорткомплекс новой школы и не только. Я очень доволен своим коллективом. Я доволен не только управленческим персоналом, но и технологически вспомогательными рабочими. Люди самоотверженно трудятся, поэтому я искренне их поздравляю с этим праздником. Ветеранов этого производства, молодых, которые к нам пришли. Хочу пожелать им успеха, счастья, здоровья, благополучия и увеличения заработной платы, к которой мы ежегодно стремимся. В преддверии дня «Химика» директор собрал лучших работников отрасли. Их, к слову, выбирало не только руководство предприятия, но и сами сотрудники завода. Виктор Десятник поблагодарил коллег за труд и самоотдачу в профессии, ведь без этих людей и ковер-про не стал бы таким успешным. В прошлом году предприятие получило звание «Лучший строительный продукт», а в этом заняло место на областной доске почета. Мария Бересневич, Максим Галенко. Итоги недели. Через считанные дни в городе стартует оздоровительная кампания. Планируется, что в детских лагерях с круглосуточным и дневным пребыванием перед первым сентября наберутся сил 7635 ребят. Ромашка, Мечта и Щадкова этим летом примут около 3000 мальчиков и девочек. Каждый лагерь будет работать в четыре смены, а закончится оздоровительная кампания 25 августа. Сегодня на так называемых детских курортах идут последние приготовления перед первым заездом. И пока ответственные лица наводят лоск и убирают территории, комиссия по оздоровлению контролирует, на сколько процентов выполнена работа. Как только завершается оздоровительный сезон предыдущий, составляются планы, верстаются с учетом всех рекомендаций, которые выдают надзорные органы, для того, чтобы можно было качественно подготовиться уже на следующий год. Поэтому лагерям, конечно же, вот эти прогнозные варианты, что надо сделать и как надо сделать, были даны изначально еще в сентябре месяце. Дело осталось только за обобщением этой информации, ну и, соответственно, организацией работы. Традиционно перед открытием сезона представители власти образования и здравоохранения посетили три лагеря. Зашли в каждую дверь и проверили все. От спальных комнат и санузлов до прачечных и актовых залов. Особое внимание уделили пищеблокам и медпунктам, чтобы убедиться, что все чисто, отремонтировано и безопасно. По итогам этой инспекции, самой подготовленной к оздоровительной кампании – лагерь Щатково. Там работы выполнены на 90%. Немного отстает мечта. А больше всего вопросов по сансостоянию благоустройства и организации безопасности в лагере «Ромашка». Там, конечно, еще очень много предстоит сделать и в плане восстановления систем автоматической пожарной сигнализации, водоснабжения, как внутреннего, так и наружного, ну и ряд других моментов, которые еще не решены. После устранения всех недочетов и погрешностей руководители лагерей должны отчитаться о проделанной работе и подписать паспорта готовности. Крайний срок – 29 мая. Продолжаем тему детского досуга. Скорость, ветер в лицо и выброс адреналина. В погоне за яркими впечатлениями молодежь забывает о безопасности, о том, что дома их ждут мамы и папы, а еще о том, что за некоторые шалости придется нести ответственность. Сейчас мы покажем вам видео, снятое в Бобруйске пару недель назад. На этих кадрах двое подростков забавы ради решили прокатиться на общественном транспорте нетрадиционным способом, в прямом смысле слова – с ветерком. Известно, что молодые люди не пострадали, и сегодня их поиском уже занимаются правоохранители. Эта молодежная субкультура приобрела характер эпидемии. О зацепинге много говорят в СМИ. С этим явлением борются милиции, работники транспортных предприятий. Но поклонников движения становится все больше. И пусть у нас более-менее спокойно, но новостные сводки из сопредельных стран пестрят трагедиями на железке. Что же толкает подростков на такие безумства? Жажда адреналина? Или желание хайпануть, заработать лайки? А может это удовлетворение возрастных потребностей или самореализация? Современные подростки добирают опасными играми то, что им не хватает в школе и в жизни. Для многих характерны проблемы в социальных контактах, в установлении социальных контактов. И поэтому мотивацией является возможность, будучи принятым в группу по интересам в соцсетях, создать иллюзию полноценного социального взаимодействия. То есть это и приобретение новых людей, друзей, что очень важно для них, поклонников. Это то же самое признание, поощрение общения и повышение своего статуса. Никто из подростков в жизни не признается, что идет в зацеперы для того, чтобы приобрести авторитет среди сверстников. Такие поступки чаще всего мотивируют жаждой приключений и желанием проверить себя на прочность. Но все же рано или поздно просто цеплять транспорт ради покатушек становится неинтересно. Организм привыкает к повышенному уровню адреналина и требует больше и больше. И путешественники начинают устанавливать рекорды, пытаются сделать уникальные кадры. Подобная шалость на днях закончилась реанимацией. В Минске школьник попал в больницу с переломами, черепно-мозговой травмой и ожогами 60% тела. Сегодня за его жизнь борются столичные медики. Несчастный случай произошел в парке железнодорожной станции Минск-Сортировочной. 20 мая около 9 вечера подросток в компании сверстников решил устроить фотосессию на крыше поезда. На этих кадрах, снятых на мобильный телефон, одним из школьников видно. Мальчишки перелезли через забор. В какой-то момент восьмиклассник решается взобраться на вагон товарника. Дальше яркая вспышка и хлопок. Подросток, который забрался на крышу вагона, первым получил мощный удар током. Мальчика сбросило вниз. Одежда загорелась вмиг. Первыми подоспели работники железной дороги. Сбили пламя с помощью огнетушителя. Вызвали спасателей и скорую. Как пояснили специалисты, школьник даже не прикасался к элементам контактной сети. Его поразило электрической дугой. Чтобы получить удар током, достаточно приблизиться на полтора метра. Знает ли кто-то из подрастающих экстремалов, как устроен электропоезд? Вряд ли. Хотя в своей среде они обмениваются поверхностной информацией о технике, которую обкатывают. Контактная сеть на железной дороге Бобруйска работает с 2013 года. Ее напряжение 27,5 тысяч вольт. После такого разряда выжить, скорее всего, не получится. По словам железнодорожников, в нашем городе случаев экстремального поведения подростков не зарегистрировано. По крайней мере, в этом году. Но бригады сотрудников транспортных ведомств, добровольные дружины и дежурные, регулярно осматривают составы и следят, чтобы на путях не было посторонних. В этом году, с 27 числа, будут проводиться «Дети и безопасность» такая акция. Работники милиции совместно с железной дорогой будут ходить по школам, по учебным заведениям, ну и проводить лекции. На вокзале у нас, получается, будут дополнительно объявляться по громкой связи, на допущении нахождения будут проводиться, раздаваться листовки о том, что нельзя находиться на железной дороге. Едва ли подростков можно отвадить от модного увлечения одними только наставлениями и трагическими примерами. Такой метод действует на единицы. Куда большего эффекта можно ожидать от ужесточения ответственности. Пока же штраф за проход по железнодорожным путям в неустановленном месте до 50 рублей. Не самая страшная санкция. Как устроиться на работу без опыта? На какую заработную плату могут претендовать безработные? И что будет с теми, кто по неуважительной причине решил не участвовать в экономической жизни государства? Об этом и многом другом, по-честному с Ангелиной. Смотрите уже в это воскресенье в 18.00 на нашем телеканале. Каким стал антикоррупционный декрет? Когда многодетным станет проще получить жилье? И почему грузовики не пустят на республиканские трассы? Сейчас коротко о самых важных и обсуждаемых заголовках страны. В Палате представителей поддержали декрет президента, направленный на ужесточение ответственности за коррупционные преступления. Документ исключает право на условно-досрочное освобождение и смягчение наказания. В Генпрокуратуре полагает, что такой подход, наряду с другими жесткими мерами по борьбе с коррупцией, станет дополнительным сдерживающим фактором для подобных проявлений. В прошлом году в Белоруссии выявили почти 2500 коррупционных преступлений. Больше 1000 коррумпированных чиновников привлечены к ответственности. Многодетные семьи в Белоруссии будут стоять в очереди на жилье не больше года. Об этом сообщили в Министерстве архитектуры и строительства. Планы графики возведения квартир для этой категории нуждающихся будут разрабатывать и утверждать каждый год. Кроме того, многодетные семьи могут претендовать на земельный участок для строительства дома. Национальный банк представил новые купюры – 5 и 10 рублей. Белорусские деньги не только обновили внешний вид, но и обзавелись дополнительной защитой. Еще осенью прошлого года Нацбанк предупредил, что весной 2019-го будут введены в обращение новые банкноты. Уже в 2020-м появятся новые купюры по 20 и 50 рублей. Они получили дополнительную защиту в виде более широкой защитной нити и еще одного водяного знака. Минтранс вводит на дорогах летние ограничения нагрузок. Они будут действовать с 23 мая и до конца августа. При температуре воздуха выше плюс 25, максимальная нагрузка на одиночную ось должна быть не более 6 тонн. Это нужно, чтобы избежать порчи покрытия. Ограничения будут действовать для большегрузов с 11 утра и до 8 вечера. Ограничения не распространяются на платные автодороги и не касаются дорожной техники, машин, перевозящих людей, животных, цветы, гуманитарные грузы, автомобили с изотермическими кузовами. Неделя родной природы проходит в эти дни в Беларуси. Она продлится до 29 мая. Акция посвящена Году малой Родины и Дню биологического разнообразия, который отмечается в нашей стране 22 мая. В столице на неделе проходили семинары и конференции на тему сохранения экологических систем. Студенты, преподаватели и работники лесного хозяйства побывали на экскурсиях в ботаническом саду и смогли увидеть редкие виды растений. Таким образом, организаторы решили обратить внимание общественности на проблему безвозвратного исчезновения на земле многих представителей флоры и фауны. А вот в Бобруйске накануне мы обнаружили кучу бесхозных люминесцентных ламп, которые кто-то просто-напросто выбросил в лесном массиве. Может, для тех, кто это сделал, загрязнение природы в порядке вещей? Вместе со специалистом инспекции природных ресурсов и охраной окружающей среды мы выехали на место. Чтобы было понятно территориально, это в районе очистных сооружений. Взгляните, десятки двухметровых ламп соседствуют с горами мусора. Инспектор Игорь Солонович внимательно изучил потенциально опасные отходы. Я осмотр проводил на примере того, что, возможно, имеются какие-то надписи «изготовитель», «получатель». Это же продукция в любом случае. Обычно на коробках бывают выпадать какие-то надписи, какие-то приклеенные чеки. Все, что угодно, любая информация, которая прямым или косвенным образом может указывать на собственников данного вида отходов. Чтобы установить класс опасности и кому принадлежат эти лампы, по законодательству отводится два месяца. Мы изучили маркировку и выяснилось, что это одни из самых популярных ламп для соляриев. Если сломать или разбить такую модель, произойдет утечка вредных газов. Такой вид отходов не может быть выброшен в обычный контейнер, а должен собираться отдельно и сдаваться на обезвреживание специализированной организации, у которых обязательно должна быть лицензия. Для этих целей предприятия используют современные технологии и оборудование для безопасной переработки. Их даже собирают в специальном контейнере с герметичным корпусом. Кстати, стоимость утилизации одной такой лампы около двух рублей. По этому факту составлен протокол осмотра. Административный процесс уже начался. За нарушение требований законодательства по второй части статьи 1563 КОАП Республики Беларусь грозит внушительный штраф. Если это дело, рук индивидуального предпринимателя. До двухсот базовых величин. Если юрлица тысячу базовых. Что касается уборки и бытового всего мусора, поскольку виновное лицо здесь установить сложно по видовым признакам и изучению морфологического состава отходов, то землепользователю будет направлено информационное письмо, а землепользователь в данном случае, скорее всего, Бавруйский лесхоз, о необходимости уборки этой территории. Потому что лесники ходят, смотрят, видят, они должны принимать меры как землепользователь по эффективному использованию и благоустройству земельных участков. Все мы гораздо жаловаться на экологию, но сделать лишнее телодвижение, чтобы помочь природе, на это способны немногие. Что мы обычно делаем с ненужными вещами? Выбрасываем на мусорку? Сортировка? Кому она нужна? В итоге опасные отходы попадают в мусорные баки, а оттуда на городские свалки, где начинается их вторая история, угрожающая нашему здоровью. Из грунтовых вод тяжелые металлы и химикаты попадают в реки и артезианские воды. Токсины от сожженного мусора распространяются в атмосферу и загрязняют окружающую среду. Такое вот наше отношение к природе может привести к метаморфозам. Проект с таким красивым названием запустил художник Геннадий Иванов. Метаморфоза в переводе с греческого значит превращение, переход из одной формы в другую. Вместе с канадскими и английскими учеными Геннадий совершил путешествие в арктические широты Канады. А во время приезда в родной Бобруйск живописец поделился впечатлениями об экспедиции и рассказал, в чем ее смысл. Геннадий Иванов всегда хотел создать художественный проект на злобу дня и давно вынашивал идею об экспедиции. Зарубежными учеными по изучению воды и климата Геннадий занялся исследованием мировых экологических проблем. В апреле вместе со специалистами он отправился в турне по провинции Юкон, Альберта и северо-западным территориям Канады. Тот регион, который мы посетили, регионы, там за 40-50 лет собралась информация, насколько быстро поднимается температура. К примеру, парк Томпстоун, там за 40 лет поднялась температура на 6 градусов. И даже видно, как растительность теперь оккупирует эту территорию, потому что там стало намного теплее, меньше снега. По словам художника, арктические широты его невероятно впечатлели. Вдохновившись северной природой, Иванов написал пастелью несколько пейзажей с натуры. Эти работы стали частью масштабного визуального проекта «Метаморфозы», который сочетает в себе разные виды искусства. Для того, чтобы просто простым людям, доступным языком визуального искусства объяснить, что происходит на Земле. Потому что то, что ученые показывают графики, там какие-то там для них это очень далеко, все это непонятно. Хотелось это сделать более доступным языком. Через музыку, через искусство. Участники экспедиции создали красочный ролик по итогам турне. Саундтреком к нему стала музыка талантливого британского саксофониста Эдвина Поупа. Для музыканта это был эксперимент. Когда увидел работы Геннадия, они мне очень впечатлили. Я понял, что они достойны интересной музыки. Вместо того, чтобы сочинять про Анатолию в Лондон, мне захотелось написать что-то спокойное. Когда я увидел сюжет, то понял, что это как раз то, что я и хотел передать. Эдвин попробовал себя в новом «Амплуа» и создал композиции в стиле «Эмбиент». Геннадий провел в Арктике две недели. За это время побывал на гидрологических и метеорологических станциях. Наблюдал за работой исследователей. Вместе с ними он поднимался на вертолете над скалами и приземлялся в труднодоступных местах на лыжном самолете. Все это для того, чтобы разгадать тайны природы. Ученые пытаются заострить внимание на человеческом факторе. Конечно, выбросы, парниковых газов, загрязнение атмосферы, вырубка лесов. Это одна из самых больших проблем, потому что повышается количество углекислого газа, нагревается атмосфера. Главная цель большого проекта «Метаморфоза» с участием музыкантов, ученых и художников, привлечь общественность к проблемам климата и все-таки найти решение по выходу из экологического кризиса. Ролики, снятые во время путешествий, планируют презентовать на выставках Геннадия Иванова. По всем прогнозам, они пройдут в Англии в середине лета. Людмила Любимцева, Максим Галеонко. Итоги недели. Тереза Мэй покидает пост со слезами на глазах. В США борются с последствиями наводнений, торнадо и взрыв в центре Леона. Полиция Франции разыскивает мужчину, который заложил взрывчатку. Далее коротко о самых важных и интересных мировых новостях. На юге страны в Леоне накануне вечером сработало взрывное устройство. Оно было начинено винтами, гвоздями и болтами. Заминированный сверток взлетел на воздух в центре города на пешеходной улице. Ранены по меньшей мере 13 человек. Среди пострадавших – ребенок. Полиция разыскивает мужчину 30-35 лет. На место происшествия он приехал на велосипеде и заложил пакет с самодельной взрывчаткой. Президент Франции Эммануэль Макрон назвал взрыв в Леоне терактом. В местах массового скопления людей к главам префектур приказано усилить уровень безопасности. Расследование происшествия передано антитеррористическому подразделению Парижской прокуратуры. Тереза Мэй объявила о своей отставке. При этом премьер-министр не смогла сдержать эмоции. В конце речи ее голос дрожал, а на глазах появились слезы. Мэй уйдет с поста лидера консервативной партии 7 июня. Ей автоматически придется покинуть и кресло главы британского парламента. Это произойдет, как только будет выбран новый лидер партии. Основным кандидатом является Борис Джонсон, бывший глава британского внешнеполитического ведомства. В своей прощальной речи Тереза Мэй подчеркнула, что для нее было очень важно завершить процесс выхода Великобритании из Евросоюза. Напомню, Великобритания должна была покинуть ЕС 29 марта. Но из-за затянувшихся споров в Лондоне о соглашении с Брюсселем, Brexit отложили на 31 октября. В США борются с последствиями наводнений и торнадо. Накануне там бушевал мощный ураган. Жертвами стихийных бедствий стали не менее 7 человек. Непогода обрушилась на центральную часть страны. Наибольший ущерб нанесен штату Миссури. Повреждены и разрушены промышленные постройки и жилые здания. Оборваны линии электропередачи. Из-за паводков закрыты сотни дорог сразу в нескольких штатах. В некоторых районах уровни воды в реках близки к критическим значениям. SpaceX подтвердил успешный вывод 60 спутников проекта Starlink с помощью ракеты-носителя Falcon 9, стартовавшей с мыса Canal World. Компания Илона Маска пообещала публиковать информацию о дальнейшем передвижении спутников к заданной орбите. Проект был разработан 4 года назад по инициативе самого Маска для обеспечения глобальной передачи интернет-трафика. В его рамках предполагается размещение на низкой геостационарной орбите группировки из свыше 11 тысяч спутников. Реализация первого этапа требует вложений в размере 3,5 миллиардов долларов. Общая смета проекта может составить свыше 10 миллиардов. Все девять победителей шестого сезона проекта «Голос дети» получили приз в миллион российских рублей, а также возможность записаться в студию Universal Music Group. Такое решение было принято во время спецвыпуска проекта. От выбора единственного кандидата первый канал оказался. Напомню, скандал вокруг шоу разгорелся после победы Микелы Абрамовой, дочери Алсу. После объявления результатов зрительского голосования многие поклонники шоу «Голос дети» заподозрили неладное и стали требовать пересмотра результатов. Руководство Первого канала провело расследование. В результате были выявлены фальсификации, после чего итоги шестого сезона были аннулированы. 20 лет в дружбе и согласии. Сегодня армянская диаспора отметила юбилейную дату создания общины страны гор и древних храмов в Бобруйске. Торжество отметили по-кавказски, пышно, с большим количеством гостей, национальными блюдами и танцами. Кто сегодня представляет общину? Ангелина Дикун пообщалась с представителями диаспоры. В условиях диаспоры Родина – это всегда что-то особенное, что-то неизвестное. И для нас всегда это какая-то особая мечта, идеал. Мы с рождения стремимся туда. Десятиклассница Милена Авакян родилась и выросла в Беларуси. Именно сюда 22 года назад ее родители переехали из Армении. Сразу погостить, но вскоре не захотели прощаться с синекой. Все это время, вдали от страны предков, в ее доме бережно хранят все то, что связано с Родиной. Обычаи, предметы быта и рецепты самых разных блюд. Наш традиционный армянский десерт, который называется «Гата». Это слоеное печенье по особому рецепту, которое в Бобруйске невозможно найти. Но у нас в Армении в разных районах готовят по-разному. Но я сегодня готовила по рецепту, классическому ереванскому рецепту. Отец семейства принятому решению много лет назад не изменил бы и сегодня. Хоть и признается, поначалу было сложно. Но удалось и дочерей воспитать в традициях Кавказа и самому стать на ноги. Теперь он хозяин собственного дела. В его ателье производят модельную обувь. В любой стране, когда ты только-только приезжаешь, это всегда трудности бывает. И это естественно. Я жалею, конечно, нет. Не жалеем. И для нормальной жизни Беларусь, я считаю, что это отличная страна. Так что лично я доволен своей жизнью. Моя семья тоже. Все нормально. Всего армянская община Бобруйска насчитывает порядка трех сотен человек. Каждый из которых нашел свое место в Беларуси и сегодня с гордостью олицетворяет все самые лучшие стороны социально-культурного развития своего второго дома. Но в разрезе армянских традиций. Девочка наша пианистка. Она сейчас учится в консерватории в Минске. Очень талантливая девочка, которая представляет армянскую культуру в том числе на разных сценах. А наш знаменитый Ваграм Карапетян, его знает весь Бобруйск, наш исполнитель. У нас есть успешные бизнесмены. У нас есть просто хорошие, добрые люди. В этом году общине исполнилось 20 лет. Поэтому и торжество. По-кавказски с помпой, гостями и подарками. В этом году в центре внимания Армен Гивандян. Именно он представляет интересы армян в Беларуси и знает ценность существования диаспоры с многолетней историей. Община состоялась как объединение, которое начало позицировать и проявлять себя исключительно в качестве одного из важных проявлений армяно-белорусской дружбы, а именно канала простого по-человечески понятного общения. И при этом сохранив две за собой важные функции. Быть проводником, быть элементом гармонично вовлеченным в белорусское общество, способствовать укреплению дружбы между нашими народами при сохранении национальной идентичности, верности языку, традиции. Два гимна, две родины, но одни корни. В этом году община присоединилась ко всемирному флешмобу. Гости, взявшись за руки, исполнили армянский народный танец. К слову, в стране соседки его исполняют представители всех народов, как символ мира и дружбы. Менталитет белорусов и белорусского народа, и армянского народа, они очень близки. И, наверное, основная причина, почему комфортно друг у друга жить, это именно общий менталитет, общее прошлое. Ну и Беларусь сама по себе очень гостеприимная республика, гостеприимная страна. Есть же у нас и в Беларуси и больше города, чем в Бобруське, но в Бобруське очень авторитетно и сильно община армянская. Милина Авакен в Беларуси чувствует себя комфортно, но все же мечта это далекое стране грез. Но пока свои планы держит в секрете. У гимназистки еще год, чтобы все обдумать и определиться с вузом Беларуси или другой страны. Ангелина Дикун, Дмитрий Шевцов. Итоги недели. Меньше месяца до главного мультиспортивного форума. Волонтеры уже получили аккредитацию, примерили форуму вторых европейских игр. А организаторы готовят для зрителей незабываемую церемонию открытия. На этой неделе в Мирском замке презентовали медали соревнований. В их дизайне присутствует главный символ игр. Волшебный цветок папоротника. Папороть-кветка. Корпус наград выполнен из специального сплава тампака. Для большей прочности медали покрыты наноалмазами по технологии белорусской разработки. Подготовка к играм вышла на финишную прямую, а пламя мира продолжает путешествовать по стране. Эстафета, напомню, стартовала в Риме в начале мая. Огонь побывал на вершине Монблана в семи европейских странах, а завершит свой путь в белорусской столице на стадионе Динамо. В день открытия вторых европейских игр, 21 июня, там зажгут олимпийскую чашу. До нашего города пламя доберется в первых числах лета. По Бобруйским улицам европейский огонь пронесут 3 и 4 июня. А кто же станет факелоносцем? Уточнила Людмила Любимцева. Пламя мира – часть подготовки ко вторым европейским играм, которые примет Беларусь этим летом. Эстафета огня стартовала 3 мая в Риме, а её путь по территории нашей страны начался с Бреста 12 числа. Бобруйск европейский огонь прибудет 3 июня. В 5 часов вечера на площади Ленина факел передадут руководству города. Могу сказать, что я горд, не только я, но и все работники отрасли, что доверили и Бобруйску, чтобы эта эстафета прошла и через наш город. Потому что действительно город с большими традициями спортивными. И я думаю, это ещё дополнительный толчок популяризации развитого вида спорта в городе Бобруйске. Факелоносцами станут Руслана Лихоно, братья Богдановича, Вячеслав Хоронека и другие наши именитые земляки. Предложение поучаствовать в престижном забеге два месяца назад получил и двукратный рекордсмен Книги рекордов Гиннеса. Пожарный спасатель Евгений Лось согласился, не раздумывая. Для меня это очень почётно, быть в числе избранных факелоносцев страны. 3 июня я пробегу определённый участок трассы, так сказать, 100 метров. Это там 200, какой отрезок мне скажут. Естественно, там индивидуально сделали форму белую факелоносцу. Довольно интересное мероприятие. Пробег пройдёт по улицам Пушкина, Карла Маркса, Социалистической и Минской. Финальной точкой маршрута станет Ледовый дворец. Там пройдёт галоконцерт. А ещё пламя мира побывает на предприятиях Бобруйска. Что же касается участия наших спортсменов в самих европейских играх, пока известно, что на соревнования отправится больше 10 человек. Сегодня речь идёт о шести видах спорта. Гребля на байдарах и каное, борьба женская, вольная, самбо, пляжный футбол, велоспорт и под вопросом бокс. Сейчас идут тестовые соревнования. Весь маршрут от Рима до Минска – это примерно 7700 километров – пламя вторых европейских игр преодолеет за 50 дней и побывает в 55 населённых пунктах разных стран. В общей сложности в эстафете примут участие 450 факелоносцев, среди которых люди спорта, культуры, науки, общественные деятели, волонтёры и хранители огня. Завершится пламя мира 21 июня на стадионе «Динамо» на церемонии открытия вторых европейских игр. Людмила Любимсова, Дмитрий Шевцов. Итоги недели. В крупнейшем мультиспортивном форуме «Континента» примут участие более 4000 спортсменов из 50 стран. Они разыграют 199 комплектов наград в 15 видах спорта. На этом мы заканчиваем выпуск итогов недели. С вами была Елена Кутызова. Благодарю за внимание. И мы обязательно увидимся с вами в следующую субботу ровно в 7 вечера. Хороших выходных! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА